Друзья, всех приветствую на канале. К сожалению, сейчас в Украине в информационном пространстве сложилось две реальности. Первая, настоящая, которая происходит на фронте и эту информацию передают общественности. И вторая реальность, это которая создана Офисом Президента Украины. Реальность, в которой им выгодно подавать информацию так, как им хочется, чтобы зарабатывать политические баллы. В настоящей реальности не всегда ЗСУ побеждает и гибнут много солдат. Но в реальности Офиса Президента всегда только победа и действия военных командиров всегда гениальны. Это что произошло в данной ситуации в Солидаре и в Ахмуте. 11 января я опубликовал сообщение на Фейсбуке, что ЗСУ было вынуждено покинуть Солидар. Военной операцией, в которой руководил Александр Сырский. Из-за провала в Солидаре в Офисе Президента началась паника. Нужно было найти виновных в этом. Заместитель министра обороны Украины Ганна Малер, которая близка к главе Офиса Президента Андрея Ермаку, сделала публичное заявление касательно Солидара и возложила вину на солдат ЗСУ, заявив, что основная часть ЗСУ это мобилизованные и непрофессиональные военные. Естественно, что на меня сразу же накинулась ботаферма Офиса Президента, обвинила меня в том, что на самом деле ЗСУ удерживает Солидар и никто никуда не уходил. Фейки россиян разбиваются ежедневно, заявил 12 января глава Офиса Президента Андрей Ермак. Ермак заверил, что Солидар и Бахмут под контролем Украины. На самом деле Солидар уже не был на то время под контролем Украины, но Ермак не мог сказать правду в глаза украинцев. Ему нужно было сначала придумать этот фейк, что якобы все под контролем, чтобы была примерно неделя, две, три, чтобы тема Солидара полностью ушла из средств массовой информации. Офисы об этом забыли и власти не нужно было сообщать о потере Солидара, а также о многочисленной гибели солдат Украины. Несмотря на вранье Ермака, зарубежные СМИ писали правду. Еще 10 января СНН сообщила, что ситуация в Солидаре критическая. В комментариях СНН солдат 46-й воздушной мобильной бригады ЗСУ сообщил, что мертвых уже так много, что их никто не считает. Солдат сказал, что по мнению военачальники Украины в конце концов откажутся от борьбы за Солидар и спросил, почему они это не сделали до сих пор. Все понимают, что город будет заброшен. Все это понимают, сказал он. Я просто хочу понять, в чем смысл борьбы дома с домом. Зачем умирать, если мы все равно собираемся покинуть его сегодня или завтра? Почему же тогда Андрей Ермак врал публично, что ЗСУ удерживает Солидар? Какой был его мотив? Я поясню чуть позже. 18 января Министерство обороны Британии сделало официальное сообщение. К концу 16 января украинские силы были выведены из города Солидар на Донбассе, оставив под контролем российских военных и ЧВК «Вагнер». Основная проблема в том, что в Солидаре погибло очень много солдат Украины. И погибли они не потому, что выполняли суперважное военное задание или обороняли суперважный город, который нужно было оборонять любой ценой, несмотря на любые потери. Погибли они потому, что стали жертвами очередного шоу, организованного главу офиса президента Андреем Ермаком по выдвижению Александра Сырского на главу Сбройных сил Украины вместо Валерия Залужного. По изначальному замыслу президента Владимира Зеленского и главу офиса Андрея Ермака ситуация в Бахмуте и Солидаре должна была быть информационно максимально поднята, должен был сажаться ажиотаж, и туда направили Александра Сырского руководить этой операцией. По их замыслу Сырский должен был одержать победу в этих городах, чтобы на фоне этой победы получить, естественно, узнаваемость, любовь украинцев, новые звания и решение Владимира Зеленского поменять Валерия Залужного на Сырского. Вот смотрите, он одержал победу, мы ставим его начальником. Сегодня командующий направления был генерал Сырский, объехал войска, которые обращаются на приступах к Бахмуту и Солидару. Он отзначил бойцов наградными за стойкость, на месте организовал кроки, которые необходимы для сместления нашей обороны, в частности, прикрытывания дополнительных подразделений и поселения огня по оккупантам. В подконтрольных офисах президента средств массовой информации разгоняли новости, с соответствующими картинками, заголовками, что по заявлению Зеленского подразделения ЗСУ получили усиление от Сырского, то есть акцент идет конкретно от Зеленский-Сырский, связка. Однако на то время уже всем было на месте понятно, что битва за Солидар проиграна, нужно выводить солдат, чтобы сберечь их, нет смысла гибнуть им, просто нет смысла никакого. Все равно уже всем понятно, что уже выходит. Ну, у Андрея Ермака была идея фикс. В российских телеграм-каналах уже и так публикуют видео с погибшими солдатами Украины в Солидаре. Эта информация уже есть в интернете, но в Украине гибель солдат засекречена. Вы официально не можете получить эту информацию, потому не можете по-настоящему оценить масштаб последствий тех решений, которые принимаются в офисе президента и, собственно, их командирами, в том числе Александром Сырским. То есть, на какой вред они нанесли своими действиями и какое количество солдат Украины они погубили. После ухода из Солидара сейчас все внимание приковано к Бахмуту. Однако, Международное информационное агентство сообщает, это заявление было сделано день тому назад. То есть, это вот свежее заявление, что правительство США заявило, у Украины не следует зацикливаться на защите города Бахмут любой ценой, а вместо этого использовать окно возможностей для подготовки крупного контрнаступления против российских войск. Бахмут превратился в ключевую политическую и символическую награду. Президент Украины Владимир Зеленский побывал там на передовой в декабре. Однако, высокопоставленный чиновник США в администрации президента Джубайдена сказал, что сосредоточение внимания на Бахмуте мешает Украине в более важной задачи подготовки широко ожиданного военного наступления, чтобы добиться больших успехов против российской оккупации на юге. США говорят, что победа России там не приведет, имеется в виду к Бахмуте, каким-либо существенным сдвигом в войне, потому что украинские силы отступят на хорошо защищенные позиции. По словам высокопоставленного чиновника США, вместо того, чтобы тратить так много солдат и боеприпасов на стратегически неважную цель, Соединенные Штаты советуют Украине вывести эти силы для переоснащения и присоединиться к программам обучения под руководством США, направленным на формирование более хорошо вооруженных сил, способных нанести удар контрнаступления на юге. 17 января 2023 года глава ЗСУ Валерий Залужный встретился с главой Объединенного комитета начальника штабов США генерала Марка Милли в Польше, где не обсудили план будущего контрнаступления Украины против сил России и подготовку украинских солдат на базах США. Сдается впечатление, что в Украине есть два командира ЗСУ. Один настоящий, юридически установленный, это Валерий Залужный, который ведет переговоры с союзниками США, разрабатывает военные операции. И второй, неофициальный командир, назначенный Андреем Ермаком, клерком Офиса Президента, Александр Сырский, который разрабатывает бессмысленные эти военные операции, гробит огромное количество солдат. Эти бои, которые он ведет, они вообще не имеют никакого практического смысла. И это официальное заявление США уже есть. Это не просто блогеры говорят, официальное заявление США. В этом нет никакого смысла. Но Сырский продолжает вести эти бои, гробит огромное количество солдат ради пиара Андрея Ермака. И Зеленского, которые вообразили себе, что им нужно срочно создать, собственно, перемогу для Сырского, чтобы его назначить на место залуженного. Но если бы эти были игры на компьютере, да, там в Counter-Strike, это одно дело. Но они же оперируют реальными, живыми людьми, солдатами Украины, которые гибнут в этих бессмысленных сырсковских операциях, об этих потерях нельзя официально говорить. Даже родные не могут понять, что же, собственно, там происходит. Получить официальную информацию. Американцы уже публично кричат, уходите, ЗСУ из Бахмута, не тратите солдат и боеприпасы. Этот Бахмут не имеет никакого стратегического значения. Не занимайтесь этим городом. Официальное заявление. Печально еще и то, что офисы президента, мало того, что отказываются признавать свои ошибки и пояснять народу Украины, зачем они занимаются этими манипуляциями, ради чего и ради кого они это все делают, так они еще в случае поражения в данном конкретном солидаре перекладывают вину и делают официальное заявление, что виноваты, оказывается, неподготовленные, мобилизованные солдаты, которые не являются профессиональными военными, по их словам. Так кто же бросил этих неподготовленных солдат на эту мясорубку в Солидаре и Бахмуте, на передок неподготовленных? Кто это сделал? Ну, мы видим сейчас в интернете, там эти ходят болиные на голову, которым дали команду копать просто людей, там с остановок, с магазинов, которые в руках автомата не держали, соответственно, их переодевают и давайте в мясорубку на Бахмут. А сейчас они говорят, так это не мы виноваты, это мобилизованные, они неподготовленные. Вы понимаете, какой уровень цинизма? Ранее публиковал видео, которое набрало больше чем полтора миллиона просмотров, что Зеленский Ермак просто мечтает заменить Залужного на Сырского, а сам Сырский является учеником Руслана Хамчака, генерала Коломойского, которого Зеленский назначил в 2019 году, как стал президентом Украины. А Хамчак уже, в свою очередь, будучи командующим, пролоббировал назначение Александра Сырского в 2019 году главой сухопутных войск Украины. После моего сюжета в офисе президента так бомбануло, что они дали команду ручным блогерам с канала «Исландия» Иванову и Петрову сделать сюжет, где выгораживали офис президента Ермака, лили грязь на меня, Ростислава Шапошникова. Ермака просто бомбит от того, что я на такую широкую аудиторию рассказал об их плане заменить Залужного на Сырского, потому они поручают ручным блогерам лить грязь на тех, кто рассказывает правду. Я делал об этом сюжет, обязательно посмотрите. Кто не видел, это очень интересно. Показывает вообще смысл, как мыслит Ермак и его команда, что это просто отмороженные, наглоко отбитые люди. В своем сюжете я предупреждал, что Сырский является учеником генерала Хамчака, который погубил по тысячу солдат в Иловайске. И командование Сырским приведет к огромным потерям. Что, собственно, и происходит. Мы видим на сегодняшний день, что под командованием Сырского бессмысленные эти бои в Солидарии и Бахмуте погибает огромное количество солдат. Уже гораздо больше, чем в Иловайске. Пять дней тому назад Сергей Иванов, это тот, кто вместе с Петровым на канале «Исландия поливал меня грязью», выгораживая Ермака и Сырского, написал такой пост. «Зараз в виду сил несутся хвыли суперэчеловой информации про ситуацию в Бахмуте та Солидарии», что выкликает еще и больше суперэчеловую реакцию в суспильстве. Часковая вся информация вкидается российскими и псошниками. Про что буквально вчера попереджал Витгур. Иванов получил задачу от офиса президента сбить негатив касательно Солидара. И он говорит о том, что те, кто говорят о ситуации в Солидарии, это и псошники России. То есть, по его мнению, официальный сайт британской разведки является и псор Российской Федерации. На месте прибыл командующих сухопутных військ Сирький, який обрав тактику зв'язывания ворога боями как своего часа под Киевом. В результате росіяни, которые планировали обволодити містом, прорвати нашу оборону з півночі від Бахмута и выйти на трасу до Словянська, смог танули. Як, кажуть, військові захід Солидара досі утриматься нашими. И это позволяет выиграть час на подготовку новых линей обороны. Тому Сирький зараз до совоку тактику, коли наши війська дают мобільно, сковываючи на різних ділянках великі сили ворога і знищуючи його логістику. Вдаті чого ці сили перетворюються на некероване, погане, забезпечене стадо, яке постійно несе великі втрати. І воно публікував цей пост 16 января. 16 января, по інформації британської розвідки, Солидар уже був покинут сила місць ССУ. К концу 16 января українські сили були введені з города Солидарна в Донбассі, оставив його под контролем российських военних і ЧВК «Вагнерс». Сообщила официальна разведка Министерства оборони Британи в той день, когда Иванов рассказывает, що Сырський ведет бои в Солидарі. То есть Иванов по заданню офіса президента умышленно дает безінформацию, то есть уже нет ЗСУ 16 января, город захвачен россиянами, а по мнению Иванова в реальність офіса президента Сырський, там у него огромное количество мобильных груп, и они там ходят, бегают, да, вот, и наносят стратегический урон противнику, там, вон и смок чуть. Я понимаю, что на патриотизме хочет, да, там, смоктал и все, но есть реальность, понимаете, есть реальность. Когда солдат читает этот бред, который выйдет из той мясорубки, он просто в ужасе, что, собственно, происходит. Почему сам Иванов не поехал тот Солидар и не показал, что же делает такого героического там генерала этот Сырський, в Иловайской операции, которую командовал генерал Хамчак, я, помните, сделал фильм, кто его не видел, посмотрите, как Хамчак кричал солдатам вперед с боем на маршрутках на танке, когда, собственно, пошел этот бой, сам сбежал, прятался в кустах Хамчак, генерал, и весь день бой просидел в кустах, прячась, а ночью вместе с Березой, с тепловизором вышли из окружения. Потом вернулись в Кив, рассказывали, что они героически сражались. И так бы в это все и поверили, если бы не мой фильм об Иловайске. Аналогичная ситуация сейчас происходит с Александром Сырским, с учеником генерала Хамчака. В комментариях у Иванова просто писают кипятком от Сырского, Сырский, це прям перлына ЗСУ, пишаюсь особистым звоемством. Вот эта заказуха просто бросается в глаза, ну как так можно тупо вылизывать этот офис у президента, делайте вбросы. Да они вообще просто не палятся, да, сначала я, сначала они набрасываются по заданию Ермака, на меня, выгораживая Ермака и Сырского. Типа они, знаете, делают обзор, типа они такой объективный обзор. А потом они тупо делают вбросы, какой Сырский молодец, какой он классный генерал. Залуженного вообще нету, как будто его не существует, то есть он просто командующий ЗСУ, просто его нет, да, есть только Сырский для Иванова, Петрова, Ермака. Как Сырский мобильными группами наносит солидария урон противнику 16 января, когда 16 января ЗСУ вышла, контролем россиян.